Майкл Сейлор объявил о том, что микростратегия купила еще 12333 биткоина на сумму в 347 миллионов долларов. Биткоин после этой новости немного упал. Ты заметил, что в последнее время огромное количество хороших новостей, но биткоин перестал на них реагировать. Неужели тебя это не пугает, не вызывает вопросов? Конечно, на этот раз все может быть по-другому. Насколько я наблюдаю за рынком, обычно биткоин не реагирует на хорошие новости только в двух случаях. Либо он находится в жестоком медвежьем рынке, либо потенциал покупателя выдохся. Интересный твит на эту тему. Разве ты ничего не узнал из истории биткоина? Хорошие новости появляются наверху цены, плохие снизу. Так где же были опубликованы новости про BlackRock? Наверху или снизу? Как ты думаешь? Напиши в комментариях. И именно поэтому я хочу в этом видео рассказать тебе о том, что может сделать BlackRock с биткоином в рамках своего плана по установлению контроля над криптовалютой. Это не прогноз, это всего лишь возможный сценарий. Не забудь поставить лайк перед тем, как мы перейдем к контенту. Поставил? Большое спасибо, так гораздо-гораздо лучше и приятнее. Ну а меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новое агрессивное видео. И сегодня я обязан дать тебе контекст. Важный сценарий, который возможен в ближайшие несколько месяцев. Если мы сыграем правильно, мы разбогатеем как боссы, в то время как большая часть криптовалютного рынка будет обескровлена. Интереснейший твит от Тори. Он пишет. Я действительно не вижу ничего шокирующего в том, чтобы предположить, что все это может быть серьезной подготовкой к продолжению падения. Это не бычий рынок, это бычий отскок. Это может быть финальная стадия медвежьего рынка, после которой начнется невероятный рост. После того, как BlackRock и другие вовлекутся в рынок и регулятивная ясность будет дана. Это может стать твоей возможностью, если ты пропустил крах ковида или крах биткоина до 16,5 тысяч долларов в этом году. Ты можешь получить второй шанс. И ты должен приветствовать эту возможность. И если ты останешься в стадии отрицания, как каждый раз, когда происходят резкие движения, ты придешь только лишь к краху. Ты снова упустишь возможность купить минимумы и сделать настоящие деньги. Дамы и господа, я на 100% согласен. Люди так и ведут себя на этом рынке. Когда биткоин упал до 16,5 тысяч долларов, кто посмел купить его? На росте большинство сомневаются и покупают только ближе к пику, чтобы затем потерять все на очередной просадке. Такова психология рынка. И чтобы ты не запутался, вот моя стратегия действий на ближайшие месяцы. Я считаю, что вероятность обвала в сентябре-октябре достаточно высока. Я держу свой биткоин отдельно от всех остальных криптовалют и не собираюсь продавать его, несмотря ни на рост, ни на обвал. Моя первая цель по биткоину – это преодоление предыдущего исторического пика – 69 тысяч долларов. Только тогда я буду частично фиксировать прибыли. Есть 50-процентный шанс, что биткоин вырастет до 35-40 тысяч долларов. И если это произойдет, альткоины тоже будут иметь тенденцию к росту. Если произойдет скачок цены вверх, я зафиксирую некоторые альткоины. Для чего? Чтобы иметь немного долларов для покупки вероятных падений в октябре-ноябре этого года. Я думаю, что даже несмотря на то, что мы поднялись выше 200-недельной среднескользящей, это еще не бычий рынок. Дело в том, что после вот этого пробития здесь у нас не было подтверждения. Можно предположить, что это последняя стадия медвежьего рынка. Подтверждение пробития этой среднескользящей. Микростратегия купила биткоин сегодня? Обычно они говорят о своих покупках с очень большой задержкой. Возможно, они покупали биткоин в этом диапазоне от 16 тысяч долларов до 27 тысяч долларов. Но как только мы получим подтверждение, что финальная стадия медвежьего рынка завершилась, когда мы получим регулятивную ясность, когда Ripple XRP победит, когда Binance победит, когда все эти финансовые организации с общим капиталом в 27 триллионов долларов зайдут на рынок, и когда случится биткоин-халвинг, мы увидим один из самых величайших бычьих забегов биткоина в истории. Я в это верю. Почему? Потому что сейчас многим тяжело. Я знаю долларовых миллионеров, которые не могут позволить себе купить биткоин сегодня. Я знаю статистику русскоязычного криптопространства, где каждый пост или каждое видео еще месяц назад привлекало по 3 тысячи новых зрителей, сегодня привлекает всего лишь 300. И это, учитывая огромное количество позитивных новостей в последнее время. Мне это очень напоминает 2018 год. Тогда у нас тоже было финальное падение после того, как индустрия буквально впала в стагнацию. И только после этого произошел рывок биткоина до 69 тысяч долларов. BlackRock не просто так объявила намерение запустить спотовый биткоин ETF, а не фьючерсный. Ему нужны физические биткоины. А чтобы купить их дешевле, им нужен фьючерсный биткоин ETF, и желательно с кредитным плечом, с помощью которого можно манипулировать ценой биткоина. Так же, как это сделали фьючерсы СМИ в 2017 году. И что самое ироничное? Совсем недавно комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая очень не любит криптовалюты, одобрила первый фьючерсный биткоин ETF с кредитным плечом США. По моему личному мнению, это может быть инструментом, используемым ими для манипуляции рынком, в том числе и ценой биткоина. По словам Майкла Руиса, вот как может произойти захват власти над криптовалютами, Всемирным экономическим форумом и BlackRock. Первое. Приобретение контроля над значительной хэш-мощностью через корпоративных майнеров. Майнинговая компания Riot купила 33 тысячи ферм и готовится купить еще 66 тысяч в рамках подготовки к биткоин-халвингу. Угадай, кто является одним из крупнейших инвесторов Riot? Это, конечно же, BlackRock. Второй пункт. Получить контроль над значительной частью биткоина через финансовых партнеров и ETF. BlackRock недавно подал заявку на создание спотового биткоин-ETF, а после него к нему подключились и другие волки у Уолл-стрит. Вот оно. Третий пункт. Создать финансовые инструменты и деривативы, которые позволят пенсионным фондам и традиционным финансам покупать криптовалюты. Четвертый пункт. Запампить цену перед тем, как обвалить ее. И я думаю, что сейчас есть шанс, что мы увидим быстрый краткосрочный рост цены, чтобы привлечь розничных инвесторов на рынок прямо перед тем, как они обрушат цену, обозначив финальный этап медвежьего рынка, а заодно и отобрав кучу криптовалют по более дешевым ценам. Нужно запомнить, крупнейшие финансовые институты не покупают вершину рынка. Они покупают по минимальным ценам. Розничные инвесторы всегда являются всего лишь ликвидностью для них и всегда заканчивают у разбитого корыта, если идут на поводу новостей. Это то, что тебе нужно держать в голове. И в завершении я хочу показать тебе эту статью. 30 стран участвуют в отказе от доллара США в качестве мировой резервной валюты. Мы продолжаем видеть этот нарратив о дедолларизации мира. Посмотри на график индекса доллара. Здесь явно что-то похожее на двойную вершину. Обычно это к росту. Хотя и бывают иногда фальшивые пробития. Рост доллара означает коррекцию на рынках. И этот график уже предсказывал крах криптовалют в 2022. Поэтому следи за индексом доллара. Следи за ситуацией с Ripple XRP. Следи за BlackRock, Wall Street и всеми этими финансовыми институтами. Поскольку я думаю, что они еще могут устроить нам финальное падение. Оно станет вторым шансом для всех, кто не воспользовался первым. Миллионеры делаются во время страха, а не во время эйфории. Это важно помнить. Меня зовут Богатейший Ди. И как всегда я благодарен каждому, кто смотрит мои видео. Увидимся завтра в новом выпуске. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова